Он ударил в герой России, то, что произошло в его жизни, война, на войне работа снайпера, бьет из пятишка. Соответственно, любой офицер должен снять от вас. В подразделении три офицера были убиты. И мы доложили чеченец. Вместе чеченец сказал, что бьет пугает, работает с дочкой. Они были именно сюда, и самая снайперша, мама, убежала. На дочке был синяк на плече, порох на лице, палец был смазан. Больше ничего не надо, снайпер. Это все остальное война. Дело в том, что когда подразделяешь, когда читаешь о том, что невинные девушки, в горах мы видели молодых русских девушек, у которых вырезаны щеки отсюда, до зубов, вороны просто так, да? Потому что они не убежали. Вот это не война. Когда мама одного из этих, так сказать, она сказала, что это учитель. Ну, да, на соседе девчонки где-то в каком доме-то жила. Это что она сказала, даже мертвых боялся чечен. Мы надели ей наши мишки наглубые, так сказать, в глазах. В маске только она показала пальцем, что у него дома жила. А учитель, учитель был. А не ворова, просто ворова, реально не ворова. Война должна имести цивилизованную. Я еще раз говорю, мировое население должно воевать вообще, в принципе. Никто мировое население. Бугай, у него больше всех, меньше всех потерь. Потому что он берет своих людей. Никогда не было с мировым населением, поэтому потери не было. Опять их стреляли с потяжка просто. И то, что произошло, это не невинная девушка, а снайпер. Если женщина взяла оружие, снайпер. И все убьют вашего ребенка. Снайпер. Он враг, нет? Так что вы думаете, что он осужден неисправным? Конечно. Конечно. Я вам скажу, что пол России наверняка. Пол России сейчас просто не... По память допредательств. Есть один преступник. Его имя Кадыров. Папа Кадыров был преступником. Когда он сказал, что нужно убить 10 русских, для того, чтобы попасть в рай. А сын его, такой же преступник, даже может быть хуже, чем папа. И когда Юрий Куданов, я считаю, совершенно необоснованным был задержан. Это война еще, повторяю. На войне есть стрессы и все, что угодно бывает. Он работает со снайпером. Когда Кадыров сказал, что будет амщором, если его выпустят, то чеченцы знают, как отомстить, как наказать. Это вообще президент Чечни. Я считаю, что это самый главный преступник. В принципе. Все вопросы понимаю. Скажите, а вот Юрий Куданов потом как военачальник? Как он? А что ты говоришь? Самые маленькие потери. Минимальные совершенно потери. Просто за счет того, что он, прежде всего, не воевался с населением. Потому что если человек воюет с населением, то происходит совершенно другая ситуация, потому что население начинает воевать. Поэтому, ну вообще, слов мне, человеку два глубина мужества, наверное, не за то, что в населении. Конкретно, мое подразделение, он прихвел танком, когда мы считали, отходи, а народ выдвинулся вперед, и я все, как на сагоне. Просто в кружине сидели, просто на сужу, просто убивался. Я считаю, да. А то, что происходит, все остальное, это предательство. Реально предательство. Это их людей, которые отдали свою жизнь, здоровье. Здоровье и жизни.